друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамой и канал мать-героиня мы хорошие будем с вами обсуждать интересные моменты напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну что ж лёлька сидит друзья мои последняя лепешка ну на данный момент понятное дело что на их запишет еще великое множество до последняя лепешка в телеграм-канале на данный момент сидит поберуха друзья мои сглу с грустным лицом с глазами как у сербернара да простят меня эти прекрасные милые собаки и говорит ну что ну не будет у нас стрима не будет у нас с вами ролика ну типа не виновата я вот кто причина всех данных проблем схватила бедную вот эту вот господи варю мне ее все время хочется назвать вероникой ребята схватила эту бедную вареньку прижала ее к себе люль ты хоть шмотки свои просьба вот огромная просьба от нас хейтеров шмотки свои стирай почаще потому что бедный ребенок да бедный ребенок задохнется от твоего вот этого ванизма как говорится все ароматы франции в одном друзья мои флаконе это что касается поберухи вот говорит да бедная несчастная а вот и младенец не доченька не любимая моя девочка не ты хорошая моей так далее а вот говорит младенец как будто она рассказывает про какого-то чужого ребенка который вообще к ней не имеет абсолютно никакого отношения мне понравился момент на стриме друзья мои я же не смотрела ее вот этот последний стрим потому что надо у меня не было уже такой возможности я два дня отдыхала так вот она говорит ой вспомни мол типа ну только что не сказала говно вот и она и в этот момент собственной персоной на стрим приходит друзья мои шурик появляется представляете как ласково как уважительно она отзывается об отце да на минуточку своего ребенка то есть сказать так про мужчину в присутствии мужчины ну опять же да и она его не уважает и он себя тоже не уважает потому что позволяет ей такое к себе отношение причем это же не впервые это не первый раз да я думаю все прекрасно помнят тот самый момент когда они с рулькой сошлись когда они приняли решение жить совместно когда шурик тут же со всеми вещами довольны и счастливы перебрался к ним жить в туровку она всякий раз его так прилюдно унижала и гнобила да друзья мои именно так на многочисленных стримах на которых он присутствовал вместе с ней и он ей слова поперек между прочим даже не сказал далее задает вопрос да заходит там шурик все они довольно и счастливые но и шурику стали задавать вопрос а кого же он хотел а девочку или мальчика знаете вот мне глядя на выражение лица шурика кажется ему вообще все равно девочка мальчик какая собственно для него разница да но он правда сказал так что хотел он девочку но потом подумал что лёльки ставили же в том числе и по 2 августа да он говорит я подумал что вот если бы она родила 2 августа это как раз таки день выдв вот говорит да был бы у нас говорит выдвешник ребята лёлька в этот момент на так на него посмотрела и говорит ну нормально типа говорит я только родила он говорит уже ребенка готов в армии еще говорит не родила он говорит ребенка уже готов в армию отправлять а мне вот знаете что интересно а шурик ты сам служил в армии ну так опять же на минуточку да не знаю друзья мои об этом история умалчивает но согласно как то странно о чем подумал да первое о чем он подумал о том что если бы родила то родила бы до мальчика если бы это случилось пришлось бы как говорится на 2 августа то это день в дв ну странно согласитесь все равно как то странно далее когда задали вопрос шурику какие первые эмоции он испытал когда услышал про то что родился ребенок он посидел посидел подумал грит ну меня была три сучка ну хорошо хоть не сказал да припадок какой-нибудь там бился в конвульсиях да башкой об стенку и так далее шурик ты вообще какой-то странный вот ребят вот сразу видно глупый мужчина вот знаете я честно не представляю не представляю как можно вообще жить с глупым мужиком с ним же знаете как говорится не поговорить не выпить да ну это примерно с той же серии с ним даже поговорить не о чем да то есть можно было сказать что угодно да и как угодно и тут лёлька начала ему подсказывать да он заплакал и так далее лёль не знаем не знаем мы его слез собственно не видели и не слышали да ты уже рассказывала что он там и вешаться собирался и веревку себе с мылом купил и так далее но вот шурик то сказал что у него началась трясучка опять же какая трясучка может у него там белочка прискакала после его вот этих вот да многочисленных запоев мы ж не знаем от чего у него произошла трясучка понятия не имею но вот это вот трясучка было сказано очень интересно далее лёлька прикалывается говорит ну да пока второго ребенка совместного шуриком не сделаем ну совместного да то говорит он на вахту не поедет а я кстати нисколько бы не удивилась если бы они тут же начали клепать очередного и чтобы лёлька не говорила что нет 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 все я точно остановлюсь ребят а я уверена что она не остановится а я уверена что если ей тем более сейчас понравилось да еще и платно рожать да еще и за чужой счет да она пойдет еще и за двенадцатым и за тринадцатым да и пока рожалка работает она собственно будет рожать а этому я смотрю вообще все равно да лишь бы только как говорится не отправляли на работу а там хоть трава не расти далее да он сказал что я счастлив а она говорит а чего же ты счастлив он говорит а потому что у меня есть ты и у меня есть дочка но она типа так улыбнулась и говорит еще скажи что и других моих детей ты любишь не знаю почему все это было сказано друзья мои но вы знаете вот опять же такой своего рода диссонанс да то есть она в телеге там рассказывает сказки да мы как кошка с собакой а сами сидят умиляются ухмыляются да поцелуйчики он там ее целуют в плечика и так далее в общем совсем соглашается как такой знаете сыночек лёльки вот он выглядит поистине не как мужчина не как муж а как ее какой-то знаете очередной сыночек до многочисленный ее ребенок да значит что еще веронику веронику по поводу того что дядя саша любит там да и веронику тоже любит начали там веронику вспоминать возмутил лёльку вопрос когда есть значит задали вопрос а не стыдно ли вам перед другими детьми здесь лёлька начала возмущаться говорить о том что причем тут стыдно почему мне должно быть стыдно перед детьми почему я и до этого рожала и сейчас я рожаю лёль я не знаю как был задан этот вопрос я понятия не имею что имел ввиду комментатор когда задавал этот вопрос но мне кажется на самом деле тебе дал с должно быть действительно стыдно перед своими детьми и не за то что ты рожаешь да а тебе должно быть перед ними стыдно за свое вот это вот ужасное поведение когда мол ты можешь себе позволить оголить задницу оголить передницу до оголить свой живот ты можешь себе вывалить сиську позволить, да, вот как она сделала это в телеграм-канале. Это просто какой-то кошмар. Когда она сидит, рассказывает про свои вот эти поебушки, да, когда она сидит, рассказывает про свою лесополосу, про то, как это происходило у нее там с первым и со вторым мужем, да, еще какие-то интимные моменты, про свой вот этот геморрой. Мне кажется, вот это все, конечно, это должно быть действительно стыдно. Но опять же, ребят, если бы ей было стыдно, она бы этого не говорила. А она поняла прекрасно, что ей, как ютубовскому фрику, не остается ничего, кроме как устраивать трешаки, хайповать и так далее, дабы было больше просмотров. Поэтому она так себя ведет и ей нисколько не стыдно перед своими детьми. Ей вообще плевать на этих детей, да, которых потом могут одноклассники, сверстники, гнобить, опять же, да, смеяться над ними, потому что, ну, потому что они элементарно придут в школу, а им потом будут рассказывать, что там видели вот эти дети, да, вчера твоя мама там показывала, там, сисью, писью, хвосты и так далее, да, рассказывала такие-то, такие-то вещи. А ей-то что? Ей-то что? Она сидит у себя дома за закрытой дверью и сидит там на стриме, да, понятно, она все это вываливает на всеобщее обозрение, но она-то нигде не работает, да, она работает, даже если вот она считает, да, что блогерство это работа, да, она все равно сидит за закрытой дверью и несет всякого рода чушь. А что касается ее детей, они находятся в социуме, они общаются там со своими сверстниками, ровесниками и так далее, учатся, да, и, конечно, я уверена, что за многие моменты им, ну, действительно стыдно. Особенно некоторым детям действительно стыдно, которые уже все прекрасно понимают и все прекрасно осознают. Но Лельке на самом деле плевать, она даже не поняла вопроса, да, и она вообще не понимает, она, видимо, считает, что стыдиться ей абсолютно нечему, да, и что это нормально, я всегда рожала, и я сейчас, собственно, захотела и родила. Далее, друзья мои, предложили, мол, а давайте Варвару в студию, ну, типа, принесем сюда ребенка. И в этот момент Лелька такая, знаете, поворачиваясь к Шурику, задается вопросом, а она говорит, ну, как бы, да, как бы сама ей задает вопрос, и тут же, а она говорит, наверное, спит, и в этот момент Шурик говорит, да, да, она спит. То есть, смотрите, мамашка сидит на двухчасовом стриме, да, даже не зная, что там происходит с ребенком. Взвалила, значит, благо есть пока на кого взвалить, да, этого ребенка, и сидит, как говорится, даже в ус не дует. Спит она там, есть, может быть, хочет, да, там еще что-то поменять, там памперсы, туда-сюда. Лельку это вообще не заботит. Начинает рассказывать о том, что уже и Вероничка ревнует, да, к тому, что появилась еще более маленькая девочка Варенька. Ну, и Шурик говорит, да, да, я, говорит, типа, заметил, что, да, действительно, Вероника ревнует, и, говорит, даже Яков ревнует. Ну, Лелька начинает, как бы, объяснять, что вот, мол, они маленькие дети, им надо все-таки уделять больше внимания, больше их целовать, больше их обнимать и так далее. Лель, ты знаешь, ты только на словах уделяешь внимание своим детям, к сожалению, а на самом деле, конечно же, они ревнуют. Естественно, Яков, да, в свое время даже не почувствовал твоей любви, твоей заботы, твоего внимания, потому что тут же породилась Вероника, на которую ты переключилась, да. Появился Шурик, он тоже переключился на Веронику. Яков оказался вот такой вот брошенный, собственно, как и все остальные дети, да. Потом, бац, Вероника еще такая маленькая, маленькая, два годика, что это такое, да. И тут же уже появляется Варенька, а тем более не стоит забывать, что Варя это вообще совместный ребенок Лельки и Шурика. И, понятное дело, теперь уже к Шурику, да, вернее, у Шурика, к Веронике, я думаю, не будет столько теплых чувств и эмоций, потому что уже здесь появился его ребенок, который действительно его ребенок, да, которого он, конечно же, будет любить значительно больше. Но, опять же, это мое мнение. Вот, глядя на этого Шуриком, я почему-то думаю, что именно так. Ну и дальше сидят, смеются, мол, пойдем ли еще за ребенком. Да, смеются, надо добить до 20, и так далее, и тому подобное. Ну, собственно, я тоже, опять же, не удивлюсь, да, если они пойдут еще и пойдут, и я почему-то думаю, что Лелька действительно будет еще продолжать рожать, несмотря на то, что она рассказывала, что нет-нет-нет, это последний ребенок, больше уже не будем, это уже слишком много и так далее. Она же сказала, что, боже, такие прекрасные роды, в таких прекрасных условиях, рожай не хочу, все так хорошо, все так прекрасно, почему бы, собственно, и не рожать. Да, и никто, кстати, даже не удивится. Знаете, ребят, вот я, когда посмотрела на их поведение на стриме, я хочу сказать, что Лелька очень зря нет-нет, да, открещивается от Шурика. Вот они поистине два сапога пара, да. И если Женька Б ее мог еще как-то там приструнить, да, он все-таки был такой, это более такой, знаете, с характером, он ее держал все-таки, насколько это было возможно, в ежовых рукавицах, да. Но не конкретно прям в ежовых, да, но все-таки он ее сдерживал, будем так говорить, ее какие-то там порывы, ее какие-то там низменные стороны, вот эти вот отрицательные моменты и так далее, да, то Шурик, он вообще бесхарактерный, он вообще бесхребетный какой-то, он вообще, там главная скрипка она, и она делает все, что угодно. Поэтому, мне кажется, Лельке надо держаться за него, потому что лучшего пассажира у нее 100% не будет, да, но не польстится на нее более лучший мужчина, потому что, ну, нафиг она ему нужна. А Шурик уже все-таки и отец вот этого 11-го ребенка, да и вообще он рядом с ней, по крайней мере, как какой-то там ребятенок, как ее сыночек, который все-таки ее слушает. Поэтому, Лелька, как говорится, живи и радуйся, да, пока у тебя вообще хоть что-то есть, а то потом, знаешь, всех раскидаешь в разные стороны и будешь сидеть рассказывать сказки, какая ты опять бедная, несчастная. Но, друзья мои, то, что Лелька через какое-то время, неделю или через две типа отправит Шурика на вахту и с ним опять разжопится, разругается, ну, разойдется, да, не разведется, потому что они еще пока не женаты, но это 100%, потому что ей же надо будет из себя изображать бедную несчастную женщину, брошенную, покинутую всеми, да еще и с младенцем на руках. Она прекрасно понимает, что так подавать будут, конечно же, ей охотнее. А пока рядом сидит мужик, пусть даже без которого толку нет никакого, но скажут, нафига, у нее мужчина есть, вот пусть идет и работает, да, и зарабатывает все-таки какие-никакие деньги и содержит на эти деньги, по крайней мере, хотя бы своего ребенка. А в планы Лельки это не входит, чтобы думали, что Шурик может ей принести там мамонта и так далее, да. Нет, конечно, Лельке нужны чужие деньги. Поэтому очередная история про уход Шурика не за горами, друзья мои. Это все мы прекрасно уже понимаем и осознаем. Хотя вот когда на них посмотришь со стороны, понятное дело, что все у них там нормально, и очередной уход Шурика – это просто сценарий, потому что нормально они там живут, все у них там относительно нормально, да. Опять же он ее там слушает, в рот ей заглядывает и даже позволяет прилюдно себя унижать. Вот скажите, пожалуйста, ну разве так мужчина будет позволять к себе подобное отношение? Конечно же нет. Ну а этому все равно. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. И, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok